Выводень, когда Квежович был атакован в Турции казахстанским стремящимся по прозвищу Арман Дикий, стал знаменательным в жизни другого Армана из окружения Гуля, Калужского, которого вернули в семью через 20 лет после того, как он остался в ней и ее. Арман, по поводу которого в течение последних недель велись оживленные консультации, был официально признан 26 августа от лица воров, от Арито Аточия, Гули и Юры Лазаревского. За 10 дней это второй случай, когда армянские воры восстанавливаются в правах. Грузино-азеро-язидский сплав новых крестных отцов Армана словно подчеркивает интернациональность воровского братства и развеивают миф о том, что между азербайджанцами и армянами не бывает дружбы. Инициатива воскрешения Калужского принадлежит Татари, но без той работы, которую лично провел Гули, оно бы вряд ли состоялось. Именно Гули обзвонил большинство действующих армянских воров и тех, у кого к Арману раньше были претензии, и даже Рамаза, бывшего ведущим на его сходке. По окраске Арман, разбойник и вымогатель, за что в общей сложности отсидел больше 16 лет, и на почве чего они, скорее всего, и сошлись с Гули. Кроме того, Гули увидел в нем родственную душу, поскольку знает сам, как дорого обходится дефицит признания коллег, особенно в заключении под прессом администрации. По нашим данным, впервые Арман, уже будучи в Калуге судимым за кражу, был коронован в 1996 году по рекомендации армянского воровского патриарха Кда, в миру, Майлса Макарчана, дяди Арсена А. Ереванского. В 1999 году, не придя на сходку, чтобы ответить на претензию Маиса Кироваканского, Калужский остался не вором, если не для себя, то для всех. За два года после этого, пока Маис был жив, Арман так и не утряс с ним свои вопросы. Однако, в душе он всегда считал себя вором и, где это было уместно, пробовал называться, даже под угрозой расправы. В апреле 2001 года, еще при жизни Маиса, когда Арман заехал в Си за одном Калуге, его статус не вора. В ответ на заявление об обратном, был официально закреплен 0-10 воров, включая ныне здравствующих, Алла, Само, Артема, Лашу Гагринского, Кенга, Пончо и Мераба. В 2003 году, отбывая наказание в Иркутской области, Арман, как самозванец, был временно изолирован от массы заключенных и за поступающих в его адрес угроз от Тюрика и Тахи. Сегодня ни с кем из воров у Армана разногласий не осталось. На родине его поддерживает Заб, Геворий Кобза, а также 83-летний Ваник, подходивший к Арману в 1996-м. Шакра, пометуя о дружбе Армана с Гудроном, также не стал возражать. Все сошлись во мнении, что Арман не совершил ничего, за что его не стоило бы простить, и доказал свою преданность идее выбранному образу жизни, от которого за 20 лет, включая 20 женных срока, ни разу не отклонился. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей, ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.